1 Маккавейская, глава 11 1 Маккавейская, глава 12 1 Маккавейская, глава 12 1 Я раскаюсь, что отдал ему дочь мою, ибо он старался убить меня. Так клеветал он на него, потому что сам домогался царства его. И отняв у него дочь свою, отдал ее Димитрию и стал чужим для Александра, и обнаружилась вражда его. И вошел Птоломей в Антиохию. И возложил на свою голову два венца Азии и Египта. Царь Александр находился в то время в Киликии, потому что жители тех мест отпали от него. 2 Маккавейская, глава 12 В 1967 году в те дни собрал Иоаннафан иудеев, чтобы завоевать крепость Иерусалимскую, и устроил перед ней множество машин. 2 Маккавейская, глава 12 1 Маккавейских и священников, решился подвергнуться опасности. 3 Взял серебра и золото, одежды и много других даров, он пошел к царю в Птолемаиду и приобрел боговоление его. 4 И хотя некоторые отступники из того же народа клеветали на него, но царь поступил с ним так же, как поступали с ним предшественники его, и возвысил его перед всеми друзьями своими. 5 И утвердил за ним первосвященство и другие почетные отличия, какие он имел прежде, и сделал его одним из первых друзей своих. 6 И просил Иоаннафан царя освободить от подати Иудею и Триобласти и Самарию, и обещал ему 300 талантов. 6 И написал Иоаннафану обо всем этом письмо такого содержания. 7 Царь Дмитрий, брату Иоаннафану и народу иудейскому радоваться. 8 Список письма, которые мы писали о вас, Ласфену, родственнику нашему, посылаем и к вам, чтобы вы знали. 9 Царь Дмитрий, Ласфену, отцу радоваться. 10 Народу иудейскому друзьям нашим, верно исполняющим свои обязанности перед нами, мы рассудили оказать благодеяние за их доброе расположение к нам. Итак, мы утверждаем за ними как пределы Иудеи, так и три области Аферму, Аферему, Лиду и Ромафем, которые присоединены к Иудею от Самарии и все принадлежащие всем жрецам их в Иерусалиме, за те царские оброки, которые прежде ежегодно получал от них царь, с произрастания земли из плодов древесных. 10 И все прочие, принадлежащие нам отныне, из десяти даней, следующих нам соленые озера и венечный сбор, нам принадлежащие, все вполне уступаем им. 11 И ничего не будет отменено из всего отныне и навсегда. 12 Итак, позаботьтесь сделать список всего, и пусть будет отдан он Иоаннафану и положен на Святой Горе в известном месте. 13 И увидел царь Дмитрий, что преклонилась земля перед ним, и ничто не противилось ему, и отпустил все войска свои, каждое свое место, кроме войск чужеземных, которые он нанял с островов чужих народов, за что все войска отцов его ненавидели его. 14 Трифон, один из прежних приверженцев Александра, видя, что все войска ропщут на Дмитрия, отправился в Ямалскую, к Ямалскую Аравитянину, который воспитывал Антиоха, малолетнего сына Александрова. 15 И настаивал, чтобы он выдал его ему, дабы сделать его царем вместо него, и рассказал ему обо всем, что сделал Дмитрий и о неприязни, которые имеют к нему войска его, и пробыл там много дней. 16 И послал Янафан к царю Дмитрию, чтобы он вывел оставленных им в Иерусалимской крепости и укреплениях, ибо они нападают на Израиля. 17 Дмитрий послал сказать Янафану, не только это сделаю для тебя и для народа твоего, но и почту тебя и народ твой великою честью, как скоро буду иметь благоприятное время. 18 Теперь же ты справедливо поступишь, если пришлешь мне людей на помощь в войне, ибо отложились от меня все войска мои. 19 И послал к нему Янафан в Антиохию три тысячи храбрых мужей, и пришли они к царю, и обрадовался царь прибытию их. 19 Граждане же, собравшись на середину города, до ста двадцати тысяч человек хотели убить царя, но царь убежал во дворец, а граждане заняли все улицы города и начали осаждать его. 20 Тогда царь призвал на помощь иудеев, и все они точно собрались к нему, и вдруг рассыпались по городу и умертвили в тот день в городе до ста тысяч. 21 И зажгли город, и взяли в тот день много добычи и спасли царя, и увидели граждане, что иудеи овладели городом, как хотели, и упали духом, и начали взывать к царю, умоляя и говоря, прости нас, и пусть иудеи перестанут нападать на нас и на город. 22 И сложили оружие и заключили мир, и прославились иудеи перед царем и перед всеми в царстве его, и возвратились в Иерусалим с большой добычей. 23 И воссел царь Дмитрий на престоле царства своего, и успокоилась земля пред ним. 24 Но он солгал во всем, что обещал, и изменил Янафану, и не воздал за сделанное ему добро, и сильно оскорбил его. 25 После того возвратился Трифон, и с ним Антиох, еще очень юный, он воцарился и возложил на себя венец. 26 И собрались к нему все войска, которые распустил Дмитрий, и начали воевать с ним, и он обратился в бегство, и был поражен. 27 И взял Трифон слонов и овладел Антиохею, и писал юный Антиох Янафану, говоря, предоставляю тебе первосвященство, и поставляю тебя над четырьмя областями, и ты будешь в счастье друзей царских. 28 И послал ему золотые сосуды и домашнюю утварь, и дал ему право пить из золотых сосудов, и носить порфиру и золотую пряжку. 29 А Симона, брат его, поставил военачальником от области Тирской до пределов Египта, и выступил Антиохан в поход, и проходил по ту сторону реки Иордана, и по городам, и собрались к нему на помощь все сирийские войска. 30 И пришел он к Аскалону, и встретили его жители города с честью. Оттуда пошел он в Газу, но жители Газы заперлись, и осадил он город, и сжег огнем предместие его, и опустошил их. 31 И упросили жители Газа Янафана, и он примирился с ними, только взял в заложники сыновей и начальников их, а отослал их в Иерусалим, и прошел страну до Дамаска. 32 И услышал Янафан, что пришли в Кадис, в Галилее, военачальники Димитрия с многочисленным войском, чтобы удалить его от страны. 33 Но он пошел навстречу им, брата же своего Симона оставил в стране, и расположил Симон стан свой при Вевсуре, и осаждал его многие дни, и запер его. 34 И просили его о мире, и он согласился, но выгнал их оттуда и овладел городом, и поставил в нем стражу. 35 А Янафан и войско его расположились станом привода Генесарецких, и утром встали на равнении Насор. 36 И вот войско иноплеменника встретилось с ним на равнении, оставил против него засаду в горах. 37 Само же шло навстречу ему с противной стороны. 38 И вышли бывшие в засаде из своих мест, и начали сражаться. 39 Тогда все бывшие с Янафаном обратились в бегство, и ни одного из них не осталось, кроме Матафи, сына Вестоломова, и Иуды, сына Халфиева. 39 Начальника воинских отрядов, и разодрал Янафан одежды свои, посыпал землю на голову свою и молился. 40 Потом возвратился сражаться с ними, и поразил их, и они бежали. 41 Увидев это, убежавшие от него возвратились к нему, и с ним преследовали их до Кадиса, до самого стана их, и там остановились. 41 В тот день пало из иноплеменников до трех тысяч мужей, и возвратился Янафан в Иерусалим. 1 Маковейская, глава 12 Иоаннафан, видя, что время благоприятствует ему, избрал мужей и послал в Рим установить и возобновить дружбу с римлянами. И к спартанцам, и в другие места послал письма о том же. И пришли они в Рим, и вошли в совет, и сказали, Иоаннафан, первосвященник и народ иудейский прислали нас, чтобы возобновить дружбу с вами и союз по-прежнему. И письма дали к местным начальникам, чтобы проводили их в землю иудейскую с миром. Вот список письма, которые писал Иоаннафан спартанцам. Первосвященники Иоаннафан и народные старейшины и священники остальной народ иудейским братьям спартанцам. Радоваться. Еще прежде от Дария Арея, царствовавшего у вас, присланы были к первосвященнику Иоанне письма, что вы, братья наши, как показывает список. И принял Иоанне посланного мужа с честью, и получил письма, в которых ясно говорилось о союзе и дружбе. Мы же, хотя и не имеем надобности в них, имея утешением священные книги, которые в руках наших, но предприняли послать к вам для возобновления братства и дружбы, чтобы не отчуждаться от вас. Ибо много прошло времени после того, как вы присылали к нам. Мы неопустительно во всякое время, как в праздники, так и в проще установленные дни, воспоминаем о вас при жертвоприношениях наших и молитвах, как должно и прилично воспоминать братьев. Мы радуемся вашей славе. Нас же обстоят многие беды и частые войны. Ибо воевали против нас окрестные цари. Но мы не хотели беспокоить вас и прочих союзников и друзей наших в этих войнах. Ибо мы имеем помощь небесную, помогающую нам. Мы избавились от врагов наших и враги наши усмирены. Теперь мы избрали Нуминия, сына Антиохова, и Антипатра, сына Иассона, и послали их кремлянам возобновить дружбу с ними и прежний союз. «Поручили им идти к вам, приветствовать вас и вручить вам письма от нас о возобновлении и с вами нашего братства. И вы хорошо сделаете, ответив нам на них». Вот и список писем, которые прислал Дарий Арей. «Царь Спартанский, о ней первосвященнику радоваться. Найдено списание о спартанцах и иудеях, что они братья от рода Врамовым. Теперь, когда мы узнали об этом, вы хорошо сделаете, написав нам о благосостоянии вашем. «Мы же уведомляем вас, скот ваше имущество ваше наше, а что у нас есть, то ваше. И мы повелели объявить вам о том». И услышал Иоаннафан, что возвратились военачальники Дмитрия с большим войском, нежели прежде, чтобы воевать против него. И вышел из Иерусалима и встретил их в стране Амафитской, и не дал им времени войти в страну его. И послал соглядатые в стан их, которые, возвратившись, объявили ему, что они готовятся напасть на них в эту ночь. Посему, когда зашло солнце, Иоаннафан приказал своим бодрствовать, быть в вооружении и готовиться к сражению всю ночь, и поставил вокруг стана передовых сторожей. И услышали неприятели, что Иоаннафан со своими приготовился к сражению, и устрашились, и затрепетали сердцем своим, и зажегшие огни в стане своем ушли. Иоаннафан же и бывшие с ним не знали о том до утра, ибо видели горящие огни. И погнался Иоаннафан за ними, но не настиг их, потому что они перешли реку Элиферу. Тогда Иоаннафан обратился на арабов, называемых завидеями, поразил их и взял добычу их. Потом он, возвратившись, пришел в Дамаск и прошел по всей той стране. А Симон вышел и прошел до Скалона и ближайших крепостей, и обратился в Иоопию и овладел ею. Ибо он услышал, что Иоопияне хотят сдать крепость войскам Дмитрия, и поставил там стражу, чтобы охранять ее. И возвратился Иоаннафан и созвал старейшие народа, и советовался с ними, чтобы построить крепости в Иудее. Возвысить стены Иерусалима и воздвигнуть высокую стену между крепостью и городом, дабы отделить ее от города, так, чтобы она была особой и не было бы в ней ни купли, ни продажи. Когда собрались устроить город и дошли до стены у потока с восточной стороны, то построили так называемую Хафенафу. А Симон построил Адиду в Сифила и укрепил ворота и запоры. Между тем, Трифон домогался сделать со царем Азии и возложить на себя венец и поднять руку на царя Антиоха. Но опасался, как бы не воспрепятствовал ему Иоаннафан и не начал против него войны, поэтому искал случай, чтобы взять Иоаннафана и убить. И поднявшись, пошел Вевсан. И вышел Иоаннафан навстречу ему с сорока тысячами избранных мужей и готовых к битве. И пришел Вевсан. Когда Трифон увидел, что Иоаннафан идет с многочисленным войском, то побоялся поднять на него руки. И принял его с честью и представил его всем друзьям своим, дал ему подарки, приказал войскам своим повиноваться ему, как себе самому. Потом сказал Иоаннафану, для чего ты утруждаешь весь этот народ, когда не предстоит нам войны? Итак, отпусти их теперь в домы их. А для себя избери немного мужей, которые были бы с тобой, и пойдем со мной в Пталимаиду. Я передам ее тебе и другие крепости, и остальные войска, и всех заведующих сборами. И потом возвращусь, ибо для этого я и нахожусь здесь. И поверил ему Иоаннафан, и сделал так, как он сказал, и отпустил войско. И они отправились в землю иудейскую. С собой же оставил три тысячи мужей, из которых две тысячи оставил в Галилее. Тысяча же отправилась. Но как скоро вошел Иоаннафан в Пталимаиду, Пталимаидяне заперли двери и схватили его, и всех вошедших с ним убили мечом. Тогда Трифон послал войско и конницу в Галилею и на Великую Равнину, чтобы истребить всех бывших с Иоаннафаном. Но не услышав, что Иоаннафана схвачен и погиб, и бывшая с ним, ободрили друг друга и вышли густым строем готовые сразиться. И увидели преследующие, что дело идет о жизни, и возвратились назад. А они все благополучно пришли в землю иудейскую и оплакивали Иоаннафана и бывших с ним, и были в большом страхе, и весь Израиль плакал горьким плачем. Тогда все окрестные народы искали истребить их, ибо говорили, теперь нет у них начальника и поборника. Итак, будем теперь воевать против них и истребим из среды людей память их. Первая Маккавейская, глава 13. Услышал Симон, что Трифон собрал большое войско, чтобы идти в землю иудейскую и разорить ее. И, видя, что народ в страхе и трепете, взошел в Иерусалим и собрал народ. И, ободряя их, говорил им, «Сами вы знаете, сколько я и братья мои, дом отца моего, сделали ради этих законов и святыни. Знаете войны и угнетения, какие мы испытывали. Потому и погибли все братья мои из-за Израиля, и остался я один. И ныне да не будет того, чтобы я стал щадить жизнь мою во все время угнетения, ибо я не лучше братьев моих. Но буду мстить за народ мой, и за святилище, и за жен, и за детей наших, ибо соединились все народы, чтобы истребить нас по неприязни». И воспламенился дух народа, как только услышал он такие слова, и отвечали громким голосом и сказали, «Ты наш вождь на место Иуда Иоаннафана, брата твоего. Веди нашу войну, и что ты не скажешь нам, мы все сделаем». Тогда собрал он всех мужей ратных, и поспешил окончить стены Иерусалима, и со всех сторон укрепил его. Потом послал Иоаннафана, сына Авессаломова, и с ним достаточно число войска в Юопию. И он выгнал бывших в ней и остался там. Между тем, Трифон поднялся из Пталимаиды с многочисленным войском, чтобы войти в землю иудейскую. С ним был Иоаннафан под стражей. Симон же расположил станд при Адиде, напротив равнины. Когда Трифон узнал, что Симон заступил место Иоаннафана, брата своего, и намеревается вступить в сражение с ним, то послал к нему послов сказать, «За серебро, которым брат твой Иоаннафан задолжал царской казне, по надобностям. Какие он имел? Мы удержали его. Итак, пришли теперь сто талантов серебра и в заложники двух сыновей его, чтобы он был отпущен, не отложился от нас, и мы отпустим его». Симон понимал, что они говорят с ним коварно, но послал серебро и детей, чтобы не навлечь большой ненависти от народа. Который сказал бы, «Оттого, что Яни послал ему серебра и детей, Иоаннафан погиб». Итак, послал детей и сто талантов, но Трифон обманул и не отпустил Янафана. После всего Трифон пошел, чтобы войти в страну и разорить ее, и пошел окольным путем на Адару. Но Симоны войско его следовали за ним повсюду, куда он не шел. Бывших же в крепости послали к Трифону послов, чтобы побудить его прийти к ним через пустыню и прислать им сельсных припасов. И приготовил Трифон всю свою конницу, чтобы идти в ту же ночь, но был очень большой снег, и он не пошел по причине снега, а поднявшись, отправился в Галаат. Когда же приблизился к восками, умертвил Янафана, и он погребен там. И возвратился Трифон и ушел в землю свою. Тогда Симон послал и взял кости Янафана, брата своего, и похоронил его в Мадине, в городе отцов своих. И оплакивал его весь Израиль горьким плащем, и сокрушались о нем многие дни. И воздвиг Симон здание над гробом отца своего и братьев своих, и вывел его высоко для благовидности, и стесан вах камня с передней и задней стороны, и поставил на нем семь пирамид, одну против другой отцу и матери и четырем братьям. Сделал на них искусные украшения, поставил вокруг высокие столбы, а на столбах полное вооружение на вечную память, и подлип оружий из военные корабли, так что они были, видимо, всеми плавающими по морю. Этот надгробный памятник, который сделан в Мадине, стоит до сего дня. Трифон же с коварством отправился в путь с юным царем Антиохом и убил его. И воцарился вместо него, и возложил на себя венец Азии, и произвел великое поражение на земле. А Симон строил крепости в Иудее, укрепляя их высокими башнями, и большими стенами, воротами и запорами, и складывал в крепостях съестные припасы. Потом избрал Симон мужей, и послал к царю Димитрию просить, чтобы он сделал облегчение стране, ибо все деяния Трифона были грабительские. И послал ему царь Димитрий ответ на эти слова, и написал такое письмо. Царь Димитрию Симону, первосвященнику и другу царей, и старейшинам, и народу иудейскому радоваться. Золотой венец и пальмовую ветвь, посланную вами, мы получили, и готовить заключить с вами полный мир, и написать заведующим сборами, чтобы отпустить вам дани. И все, что мы постановили о вас, да будет неизменно, и крепости, которые вы построили, пусть принадлежат вам. Прощаем вам также неумышленные проступки ваши до сего дня, и венечный сбор, который платить вы обязаны. Если другое, что взимаемо было в Иерусалиме, более не будет взиматься. Если найдутся из вас, способные быть вписанными в число состоящими при нас, пусть записываются, и да будет между нами мир. В 170 году снята ига язычников с Израиля. И народ израильский в переписке и договорах начал писать первого года при Симоне, великом первосвященнике, вождей и правителей иудеев. В это время Симон сделал нападение на газу, окружил ее войском, устроил осадные машины, придвинул их к городу, разбил одну башню и обладел ею. А бывшие на машине вскочили в город, и произошло в городе великое смятение. И взошли граждане с женами и детьми на стену, разодрав одежды свои, громко обзывали, умоляя Симона дать им помилование, и говорили, поступи с нами не по злым делам наших, но по милости твоей. И умилосердился над ними Симон, и не сражался с ними, а только выгнал их из города и очистил дома, в которых находились идолы. И так вошел в город с славословиями и благословениями. И выбросил из него все нечисто, и поселил там мужей, соблюдающих закон, и укрепил его, и устроил в нем для себя жилище. Бывшим же в Иерусалимской крепости не позволяли ни выходить, ни вступать в страну, ни покупать, ни продавать. И они терпели сильный голод, и многие из них погибли от голода. Тогда воззвали они к Симону Амир, и он дал им его, но выгнал их оттуда и очистил крепость от осквернения. И взошел в нее в 23 день 2 месяца 171 года с словословиями, пальмовыми ветвями, с гуслями, кимвалами и цитрами, с псалмами и песнями, ибо сокрушен великий враг Израиля. И установил каждогодно проводить этот день с весельем, и укрепил гору храма, находящуюся близ крепости, и поселился там самый бывший с ним. И увидел Симон, что сын его Иоанн, он возмужал Иоанн, и поставил его начальником над всеми войсками, и поселился в Газаре. В 172 году царь Дмитрий собрал войска свои и отправился в Мидию, чтобы получить помощь себе для войны против Трифона. Но Арсак, царь персидский и медийский, услышал, что Дмитрий пришел в пределы его, послал одного из военачальников своих, взять его живого. Тот отправился и разбил войско Дмитрия, взял его и привел к Арсаку, который заключил его в темницу. И покоилась земля иудейская во все дни Симона, он старался о благе народа своего, и нравилась им власть и слава его во все дни. И ко всей своей славе он взял еще и опию для пристани, и открыл вход островам морским, и распространил пределы народа своего, и овладел той страной. Он набрал множество пленных, и господствовал над Газарою, и Вевсурою, и над крепостью, очистил ее от осквернения, и не было противящегося ему. Иудеи спокойно возделывали землю свою, и земля давала произведения свои, и дерева в полях плод свой. Старцы, сидя на улицах, все совещались о пользах общественных, и юноши облекались в пышные воинские одежды. Городам доставлял он стесные припасы, и делал их местами укрепленными, так что славное имя его произносилось до конца земли. Он восстановил мир в стране, и радовался Израиль великою радостью. И сидел каждый под виноградом своим, и под самоковницей своей, и никто не страшил их. И не осталось никого на земле, кто воевал бы против них. И цари смирились в те дни. Он подкреплял всех бедных в народе своем, требовал исполнения закона, и истреблял всякого беззаконника и злодея. Украсил святилище и умножил священную утварь. Когда дошел слух до Рима и до Спарты, что Иоаннафан умер, они весьма опечалились. Когда же услышали, что Симон, брат его, сделал совместно него первосвященником, и господствует настраною, и находящимися в ней городами, то написали к нему на медных досках, чтобы возобновить с ним дружбу и союз, заключенный ими с братьями его, Иудою и Иоаннафаном. Они были прочитаны на Иерусалиме перед собранием. Вот список списан, присланных спартанцами. Спартанские начальники и город Симону первосвященнику, старейшинам и священникам, и всему народу иудейскому, братьям нашим, радоваться. Послы, присланные к народу нашему, рассказали нам о вашей славе и чести, и мы возрадовались прибытии их, и записали сказанное имя в народном совете так. Нумий, сын Антиоха, и антипатор, сын Ясона, послы иудейские, пришли к нам возобновить с нами дружбу. И угодно было народу принять этих мужей с честью, и внести запись слов их в открытые народные книги, на память народу спартанскому. А список с этого мы написали для первосвященника Симона. После того Симон послал Нуминия в Рим с большим золотым щитом, весом в тысячу мин, чтобы заключить с ними союз. Когда услышал об этом народ, то сказал, какую благодарность воздадим мы Симону и становям его. Ибо он твердо стоял и братья его, и дом отца его, и отразили врагов Израиля, и доставили ему победу, свободу. И написали о том на медных досках, и выставили их на столбах на горе Сион. Вот список написанного. Восемнадцатый день Елула 172 года, это был третий год при первосвященнике Симоне, в Сарамеле, в Великом Собрании Священников и Народа и Князей Народных из старейшей страны, объявлено нам. Так как много раз бывали воины в этой стране, то Симон, сын Маттафи, сын сынов Иорива, и братья его, подвергая себя опасности, противостали врагам народа своего, чтобы сохранить святилище его и закон, и великою славой прославили народ свой. И Анафан собрал народ свой и сделался первосвященником его, но он приложился к народу своему. Когда же враги их вознамерились войти в страну их, чтобы разорить страну их и простереть руки их на святилище их, тогда восстал Симон, и воевал за народ свой, и сдержал много собственных денег, снабжая храбрых мужей народа своего оружием, и давая им жалования. Он укрепил города Иудеи и Вевсуры на границах Иудеи, где прежде находились оружие неприятелей, и поставил там стражи из иудеев. Также укрепил Иопию, Приморье и Газару на пределах Азота, в которой прежде опитали враги, и поселил там иудеев, снабдив эти места всем, что нужно было к восстановлению их. И видел народ деяния Симона и славу, какую старался он доставить народу своему, и поставил его своим начальникам и первосвященникам за то, что все это сделал он, и за справедливость и верность, которую он хранил к племени своему, всячески стараясь возвысить народ свой. Водни его руками его успешно изданные страны-язычники и занимавшие города Давидов в Иерусалиме, которые, устроив себе крепость, выходили из нее и оскверняли все вокруг святилища, и много вредили святыне. Он посетил в ней иудеев и укрепил ее для безопасности страны и города и возвысил стены Иерусалима. Посему и царь Дмитрий утвердил за ним первосвященство и пришествовал его к друзьям своим и почтил его великою славою. Ибо он услышал, что римляне назвали иудеев друзьями и союзниками и братьями, и с честью приняли послов Симона. Что иудеи и священники согласились, чтобы Симон был у них начальником и первосвященником навек, доколе восстанет пророк верный, чтобы он был у них военачальником и имел попечение святых, и поставлял их над работами их и над областью их, и над оружием, и над крепостями, чтобы имел попечение святилища, и все слушались его, чтобы все договоры в стране писались на его имя, и чтобы он одевался в порфиру и носил золотые украшения. И никому из народа, из священников, да не будет позволено отменить что-либо из всего, или противоречить словам его, или без него созывать собрания в стране, одеваться в порфиру и носить золотую пряжку. А кто сделает что-нибудь против всего, или отменит что из всего, будет повинен. И согласился весь народ подчиниться Симону и поступать по словам Сим. Симон принял и согласился быть первосвященником и военачальником и правителем иудеев, и священников, и начальствовать над всеми. И решили начертать записи на медных досках и поставить их в ограде храма на видном месте, а списки с них положить в сокровищницы, чтобы имел их Симон и сыновья его. 1 Маковейская, глава 15 И прислал Антиох, сын царя Дмитрия, письма с острововом морских к Симону, великому священнику и правителю народа иудейского, и всему народу. Они были такого содержания, царе, Антиох, Симону, первосвященнику и правителю народа, и народу иудейскому радоваться. Так как люди зловредные овладели царством отцов наших, то и я хочу возвратить царство, чтобы восстановить его, как оно было прежде. Я набрал множество войск и приготовил военные корабли. И хочу пройти по области, чтобы наказать тех, которые опустошили область нашу и разорили многие города в царстве. Оставляю теперь за тобой все дани, какие уступали тебе цари, бывшие прежде меня, и другие дары, какие они уступали тебе. Дозволяю тебе чеканить свою монету в стране твоей. Иерусалим и святилище будут свободны. И все оружия, которые ты заготовил, и крепости, построенные тобой, и которыми ты владеешь, пусть остаются у тебя. И всякий долг царский, и будущие царские долги отныне и навсегда пусть будут отпущены тебе. Когда же мы овладеем царством нашим, тогда почтим тебя и народ твой, и храм великою честью, и чтобы слава ваша стала известна по всей земле. В 174 году вступил Антиох в землю отцов своих. И собрались к нему все войска, так что оставшихся с Трифоном было немного. И преследовал царь Антиох, и он убежал в Дору, которая при море. Ибо он увидел, что обрушились на него беды, и оставили его войска. И пришел Антиох к Доре, и с ним 120 тысяч воинов и 8 тысяч конницы. И окружили город, а корабли подошли с моря, и теснил он город с суши и моря, и не давал никому ни выйти, ни войти. Тогда пришел из Рима умений и сопровождавший его с письмами к царям и странам, в которых было написано следующее. Левкий консул римский царю Птоломею радоваться. Пришли к нам иудейские послы, друзья наши и союзники послана от первосвященника Симона и народа иудейского, возобновить давнюю дружбу и союз. И принесли золотой щит и тысячу мин. Итак, мы заблагорассудили написать царям и странам, чтобы они не причиняли им зла, и не воевали против них, и городов их, и страны их, и не помогали воюющим против них. Мы рассудили принять от них щит. Итак, если какие зловредные люди убежали к вам из страны их, выдайте их первосвященнику Симону, чтобы он наказал их по закону их. То же самое написали не сарю Дмитрию и Аватталу, и Ариарафи и Арсаку, и во все области, и с Ампсами, и с Партанцем, и в Делос, и в Минт, и в Сикион, и в Карию, и в Самос, и в Памфилию, и в Ликию, и в Галикарнас, и в Родос, и в Фаселиду, и в Кос, и в Сиду, и в Арат, и в Гартину, и в Книду, и в Кипр, и в Киринию. Список с этих писем написали Симону-первосвященнику. Сарджан-Тиох обложил Дору вторично, нападая на нее со всех сторон, и устраивая машины, и запер Трифона так, что невозможно было ему ни войти, ни выйти. И послал к нему Симон две тысячи избранных мужей в помощь ему и серебро, и золото, и довольно запасов. Но он не захотел принять это, и отверг все, в чем прежде, условился с ним, и отчуждился от него. И послал к нему Афинония, одного из друзей своих, что переговорит с ним и сказать, вы владеете Иопию, Газару и крепостью Иерусалимскую, городами царства моего. Вы опустошили пределы их и произвели великие поражения на земле и обладели многими местами в царстве моем. Итак, отдайте теперь города, которые вы взяли, и дани всех мест, которыми вы владеете вне пределов иудейских. Если же не так, то дайте за них пятьсот талантов серебра, и за опустошения, которые произвели, и за дань из городов другие пятьсот талантов. А если не дадите, то мы придем и будем сражаться с вами. И пришел Афиновий, друг царя Иерусалим. И когда увидел славу Симона и сокровищницу золотой и серебряной утварью, и окружающее великолепие, то изумился и объявил ему слова царя. Симон сказал ему в ответ, мы ни чужой земли не брали, ни господствовали над чужим, но владеем наследием отцов наших, которые враги наши в одно время неправильно присвоили себе. Мы же, улучив время, опять возвратили себе наследие отцов наших. Что касается доиопии Газары, которых ты требуешь, то они сами причинили много зла народу в стране нашей. За них мы дадим сто талантов. Но это, на это Афиновий ничего не отвечал. Но с досадой, возвратившись к царю, рассказал ему эти слова и о славе Симона и о всем, что видел, и царь сирно разгневался. Трифон же, сев на корабль, убежал в Фасиаду. Тогда царь, сделавая начальником приморской страны, Кендивея, вручил ему пешие иконные войска и приказал ему идти войной против иудеев. Приказал ему также построить кедрон и укрепить ворота и как воевать с народом. Сам же царь погнался за Трифоном. И пришел Кендивей в Ямнию и начал вызывать на бой народ и вторгаться в Иудею и брать народ в плен и убивать. И построил кедрон и расположил там конницу и войско, чтобы они, выходя оттуда, обходили пути иудеи, как приказал ему царь. Первая Маковейская, глава 16. И возвратился Иоанн из Газары и рассказал Симону, отцу своему, о том, что делал Кендивей. Тогда Симон призвал двух старших сыновей своих Иуда и Иоанна и сказал им, я и братья мои, дом отца моего, воевали против врагов Израиля от юности до сего дня и много раз успешно спасали руками нашими Израиля. Но вот я состарился, а вы, по милости Божией, находитесь в летах зрелых, заступите место мое и брата моего, идите и сражайтесь за народ наш, и да будет с вами помощь небесная. И избрал из страны двадцать тысяч воинов и всадников, и пошли они против Кендивея и ночевали в Мадене. Встав же утром, вышли на равнину, и вот многочисленные войска навстречу им, пешие и конные, и между ними был поток. И двинулся против них сам и народ его, и, видя, что народ боится переходить поток, он перешел первый. И увидели это воины и перешли за ним. И разделил он народ, поставил конных среди пеших. Конница же неприятеля, была весьма многочисленна. И затрубились священными трубами, и Кендивей обратился в бегство и войска его, и пало у них много раненых, остальные же бежали в крепость. Тогда был ранен Иуда, брат Иоанна, но Иоанн преследовал их, доколе не пришел в Кедрон, который он построил. И убежали они в башне, находившейся в области Азота, но он сжег его огнем, и погибло из них до двух тысяч мужей, и возвратился он с миром в землю иудейскую. Птоломей же, сын Авуа, поставлен был военачальником на равнине Ирихонской, и имел много серебра и золота, ибо он был зять первосвященника. И надмило сердце его, и захотел он овладеть страной и делать коварные замыслы против Симона и сыновей его, чтобы погубить их. Между тем, Симон, посещая города страны и заботясь о потребностях их, пришел Верихон, сам, и Маттафия, и Иуда, сыновья его, в 177 году в 11 месяце, это месяц Сават, и с коварством принял их радушно сына Вова в небольшую крепость, называемую Док, им устроенную, и сделал для них большой пир и спрятал там людей. И когда опьянел Симон и сыновья его, тогда встал Птоломей, и бывшие при нем взяли оружие свои и вошли к Симону во время пира и убили его и двух сыновей его и некоторых из служителей его. Так совершил он великое вероломство и воздал за добро злом. Птоломей написал об этом и послал к царю, что прислал ему войско на помощь, и он придаст ему страну их и города. И некоторых послал в Газару убить Иоанна, а тысяченачальникам послал письма, чтобы они пришли к нему, и он даст им серебра и золото и подарки. А других послал владеть Иерусалимом и горой храма. Но некто прибежал к Иоанну в Газару и известил его, что отец его и братьево умершленно, и что Птоломей послал убить и его. Услышав об этом, Иоанн весьма смутился и схватив мужей, пришедших погубить его, убил их, ибо узнал, что они искали погубить его. Прочие же дела Иоанна и воины его, и мужественные подвиги его, славно совершенные из сооружения стен им воздвигнутых, и другие деяния его. Вот. Они описаны в книге Дней Первосвященства его. С того времени, как сделался он первосвященником после Отца своего.